Приветствуем вас на нашем канале, где мы рассказываем о жизни в Германии. Мы делимся с вами нашим опытом и мнением о культуре, образовании, работе, законах, путешествиях и многих других аспектах нашей адаптации. Не обходя стороной, естественно, и немецкую бюрократию и жизнь по правилам. В наших роликах мы рассказываем, как адаптировались, приспосабливались к новой жизни в новой стране. Делимся с вами нашими промахами и достижениями. Показываем нашу бытовую жизнь в режиме реального времени. Если вы интересуетесь Германией или планируете переехать сюда, наш канал будет для вас вдохновением. Так что подписывайтесь на нас, чтобы не пропускать новые видео. У вас мало времени и мы это ценим. Мое имя Дмитрий. Занимайте места в первом ряду и погнали. Ну что ж, вам, наверное, интересно, зачем я вас здесь всех собрал. Это видео больше про мои ощущения, а не призыв покидать страну Германию. То, что я вам сейчас расскажу, это не значит, что я на чемоданах и собираюсь вернуться обратно в Россию. Это просто некоторые детали моей адаптации и жизни в Германии как позднего переселенца. Эти все мои умозаключения, скажем так, наблюдения за Германией никак не придвинули меня к красной черте. За эти два года просто расширился мой кругозор и изучив, попробовав Германию изнутри. И с моей стороны появились предложения, чтобы я поменял для более комфортного проживания людей в этой стране. Ну, по опыту, конечно, жизни моей в России. И не забываем, я иногда вставляю в свои ролики частичку юмора и немного сарказма. Не воспринимайте все это буквально, так что давайте помечтаем вместе. В Германии наличие телевизора или его отсутствие, а также радиоприемника, обязывают в любом случае оплачивать абонентскую плату в размере 18 евро 36 центов, если мне память не изменяет ежемесячно. Это взнос, установленный законом для граждан и организаций Германии. Этот сбор используется для финансирования телегосударственной и радиовещательной сети. Его обычно называют просто, ну, могу ошибаться, бы, трак-сервис вроде. Люди постоянно спорят о необходимости таких платежей, для некоторых он бесполезен, не хочется платить за то, чем не пользуешься. Судебные органы Германии уже рассматривали вопрос обязательной оплаты. И в 2020 году Федеральный Конституционный суд вынес решение, что обязательная абонентская оплата является конституционно допустимой. Однако некоторые критики продолжают оспаривать его законность и до сих пор. Я считаю, что этот платеж вообще когда-то давным-давно пролоббировали, придумали серьезные люди, близкие наверняка к властям, которые, по моему мнению, наверняка уже являются какими-то старцами, миллионерами или миллиардерами. А современное поколение до сих пор под гнетом такого закона вынуждено платить. Этот налог, в кавычках, считаю, нужно отменить. Это пережиток старчества. Также не стоит забывать, что мы его платим своим временем, просматривая или слушая рекламу в телевизоре или на радио. В принципе, из этой рекламы должна формироваться прибыль у этих организаций, ее развитие. Такой принцип существует во многих странах, и это хорошо работает. А в Германии таким образом тормозят 100% развитие телевизионной или радиосети, делая ставку на ежемесячный оброк с обычных людей. Отсутствие конкуренции формирует твердое отставание этих сетей от мирового уровня. Нет внутренней конкуренции, как говорится, нет развития. Ни для кого не секрет, что визитной карточкой Германии являются ее традиционные пробки на дорогах. По-немецки это звучит просто «штау». Сейчас поговорим именно о «штау» на автобанах. Тот момент, когда полиция перекрывает полностью движение из-за ДТП. Многочасовое стояние в пробке на дороге у многих жителей Германии вызывает, естественно, стресс. И уже побывав в таких пробках, я стоял без движения по 2-3 часа на одном месте. Что бы я поменял в этом случае? Я, конечно, понимаю, что человеческая жизнь бесценна, что в некоторых моментах нужна площадка для вертолета эвакуировать пострадавших, нужно место для работы оперативных, спецслужб, я это все понимаю. Но вижу, что в некоторых случаях все-таки возможно было бы полиции оставлять хотя бы одну полосу или бровку. Я еще раз хочу отметить, что при такой возможности, конечно, для того, чтобы бровку оставлять, для того, чтобы пустить поток машин. Именно я сталкивался всегда, что даже при небольшом ДТП полиция почему-то перекрывает полностью движение. Ну или это только мне так попадалось? Напишите, пожалуйста, в комментариях мне, как кому везло и сколько часов стояли на одном месте. У кого какой опыт был? Чему мне вообще готовиться в Германии? Многие со мной не согласны, но если бы полиция на автобаме оставляла хотя бы небольшую дырку для проезда автомобилей, тем самым оставляя нагрузку на общий поток движения и сокращая, в принципе, длину пробки. Меньше было бы нервных водителей. Тем более в машинах могут находиться люди, страдающие какими-нибудь там серьезными заболеваниями, которые едут, к примеру, на прием, неотложный в больницу, на процедуры. Или как многие опаздывают из-за таких ситуаций в аэропорт. Я уже не говорю о грудных детях, которые томятся часами в автомобильных пробках на солнце. Такая проблема, считаю, тоже заслужит особого внимания и требует работы над ее усовершенствованием. Буквально чуть-чуть хочу затронуть парковки на автобанах. Обратил внимание, что много парковок существует без туалетов. Не знаю, по какому принципу проектировщики или кто там этим занимается определяют, что на этой парковке не должно быть туалета. Может, существует какая-то сетка или регламент на эту тему. Ну, как-то чисто мое мнение, хотелось бы, чтобы именно на автобанах, в любом кармане парковочном, на любой парковке присутствовал туалет. Ну, это вообще вынь да по ложь. Кто еще не сталкивался с опозданием поездов в Германии? Да, наверное, всех коснулась в кавычках немецкая пунктуальность в расписании движения поездов. Сидишь вечно в поезде по громкой связи, машинист такой, извиняется, говорит, что нужно немножко подождать. А ты через окно видишь, как мимо тебя проходят скоростные поезда. Ты сидишь и ждешь чего-то. И так постоянно. Мы с такой проблемой столкнулись в Германии с самого начала нашей эмиграции и даже выпустили на эту тему ролик под номером 11. Я вижу три причины таких задержек. Это нехватка персонала, скорее всего технические какие-то работы на путях, ну и, конечно же, забастовки, куда без них. А выход я вижу простой. Или уменьшить количество поездов, которые друг другу мешают на линии. Ну, параллельно можно их удлинить, составы. А то диспетчера что-то там шахматят у себя на пультах, чтобы как-то развести поезда между собой от столкновения. И девиз должен быть такой. Опоздал поезд? Верни деньги. Ну, у дочебана по-любому должен быть такой девиз. А еще хуже ситуация, когда стоишь на перроне в холод, в дождь, а прибытие поезда постоянно переносится. Обращали ли вы внимание или нет, что большинство железнодорожных вокзалов, ну, не крупных городов, естественно, закрыты и не используются по назначению? Это все, я так понимаю, скорее всего из-за отсутствия финансирования. Вообще, вокзалы считаются стратегическими объектами и они в любом случае должны работать. Но вот это, конечно, большой промах, я считаю, в Германии. Кратко затрону тему про пластиковые карты. Уже как бы много на этом останавливался, но прям про новую ситуацию, ну, очень хочется рассказать. Уже пора давным-давно сделать в Германии, я считаю, одну единственную карту, с которой можно произвести напрямую любую покупку на любом сервисе, в любой стране, в любом магазине, положить или снять деньги в любом банкомате, по примеру, той же самой России или там некоторых стран Европы. У меня тут три карты и плюс еще какие-то посредники. PayPal, Klarna. Скажу вам по секрету, я, чтобы сделать какую-нибудь одну покупку в интернете, трачу примерно один-два часа, чтобы понять, какой картой оплатить или через какую систему оплатить свой товар. Последняя моя покупка была на Амазоне. Я не мог оплатить со своей шпарка, со стабилизатор для видеосъемки. Вот так он выглядит, да? Хотя раньше Амазону получалось оплачивать с этой же карты деньги без проблем. В начале нового заказа Амазон как бы карту принял, но потом заказ слетал постоянно, объясняя, что они не могут снять деньги. Я переписывался с банком, они пеняли на Амазон, Амазон на банк. Короче, эта канитель длилась 7 дней. Потом я плюнул, перевел деньги на другую свою карту, банка Револют, и через 3 дня, когда на карту Револют они пришли, я только тогда смог оплатить свой гимбл. На оплату я потратил 10 дней, а заказ поступил аж через 3 дня. Еще особое отношение у меня к услугам мобильной связи и интернета. Это тоже можно понять по моим прошлым роликам. Тут тоже можно много рассуждать, жаловаться и так далее. Но затрону кратко 3 правила, что бы я хотел поменять. Возможно, вы меня возненавидите, но слушайте. Первое. Потребитель должен быть всегда прав. Второе. Сим-карты для телефона, чтобы были всегда бесплатные, как во многих странах Европы, так в том числе и в России. А не как в Германии, симка стоит 40 евро примерно. И третье. Договор можно будет растрогать в любом случае быстро и моментально потребителю. Естественно, это бы порождало конкуренцию между компаниями, а вследствие улучшало сервис. И самое главное, исключало бы нашу зависимость на такое цифровое рабство на 2 года. Вот это бы я поменял в Германии. Поговорим про заработную плату. Я, наверное, остановлюсь на минимальной заработной плате в час в Германии. Понимаю, что в основном от нее, в принципе, пляшут все работодатели, рассчитывая зарплату своим сотрудникам. Так вот, я тут в Германии за свои практически 2 года жизни уже со многими общаюсь и многое начинаю понимать. Ну, конечно же, не с немцами, потому что немцы, как зубы коренные, их все меньше. Скажу так, основная масса моих близких, знакомых, русскоговорящих, знакомых моих знакомых, русскоговорящих, вот что они говорят, в принципе, на данный момент им не хватает зарплаты. У кого-то срабатывает апатия, хотят поменять жизнь в корне. Кто-то хочет обратно уехать в Россию. Кто-то продает дома и сворачивает свой бизнес в Германии. Тот, кто здесь живет давно, им, получается, есть с чем сравнить. Я эту грань не прочувствовал. Напишите, пожалуйста, в комментариях по этому поводу. Кого-нибудь посещает чувство разочарования в маленькой своей зарплате? Мой вердикт такой. Необходимо задуматься, правительство в Германии может увеличить минимальную зарплату значительно, или налоги немного подкорректировать. Чтобы, естественно, предприятия из Германии не уходили в другие государства. А со своей стороны могу привести простой пример. Минимальный штраф за превышение скорости был 15 евро в 2021 году. Как раз, когда я приехал в Германию как поздний переселенец. А уже в 2020-2022 году штраф увеличили в два раза, и теперь это стоит 30 евро. То есть поборы в казну государства подняли существенно. А вот минимальную зарплату на такой уровень, я так понимаю, никто не поднял. Из-за этого, по моему мнению, в обществе развивается какой-то диссонанс, а это обычно плохо заканчивается для правителей. Шольцу надо задуматься о своих гражданах, а не смотреть там в сторону Америки. Не хочу ходить в общественные сауны без трусов. Всем огромный привет от мужиков России. Ходил в спортзал целый год. По-немецки это звучит как фитнес-центр. У нас там была сауна, несколько видов, но надо было ходить туда без штанов. Ну, типа немцы не стесняются. Ну, хотя для девчонок там был отдельный день, когда мужики вообще не могли туда зайти. Для нас, для мужиков, такого дня не было. Но если немцы не стесняются, давайте тогда, может, в поездах будем ездить без трусов, голыми. Особенно, когда кондиционеры не работают, да? Или в бассейнах плавать голышом. Я, допустим, с соседями не хочу встречаться голышом лицом к лицу или с учительницей со своей школы. Я даже не могу представить такую ситуацию и какая вообще у меня будет реакция. Тут вроде люди живут верующие, а вот тема голышей как-то у них не урегулирована, да? Считаю тут на корню уменьшение мужского достоинства, потому что мужчина должен быть бутоном, который распускается только для своей любимой женщины. Еще одна тема в Германии, которая поражает меня до сих пор. Это скачкообразное изменение цен на топливо в течение дня на заправках по несколько раз. Колебания могут достигать до 50 центов за литр. Неужели в такой стабильной стране, как Германия, не могут зафиксировать цены хотя бы на месяц? По моим ощущениям немцы настолько не любят изменения цен, да не только на топливо, но и в продуктах. Я представляю, какое у них возникает внутри состояние, когда они заезжают на заправку с одной ценой на табло, а вставляя пистолет цена уже другая. Не берегут нервную систему немцев. Они и так настолько ранимые. Я уже тоже попадал в такие моменты на заправках, ощущения, сказать так, непонятные. Один раз цена поднялась, а в другой раз повезло, она немного упала. Почему нельзя зафиксировать какую-нибудь среднюю цену на топливо без таких постоянных ежечасовых резких колебаний? Где немецкая пресловутая стабильность? Я приехал из Калининграда, даже у нас там цена на бензин и дизель фиксирована, хотя и растет постоянно, но не по несколько раз в день. Можно полгода точно заправляться по одной и той же цене. А в лучшие времена и погоду цены на топливо в России не меняются. Плавно перехожу к следующей немало интересной моей позиции. Смотрим дальше. Еще одна тема, которая меня реально тревожит в Германии, это водители на дорогах очень пожилого возраста. Я много раз уже видел за рулем людей, ну примерно 75+, которые неадекватно вели себя за рулем. Неправильно читали знаки, ехали по встречке. Или вот недавно у нас возле вокзала наблюдал такую картину. Парочка очень пожилых людей двигалась на автомобиле медленно по кругу. И почему-то они при съезде с круга сразу завернули через бордюр вдоль кустов на тротуар, который тоже повторял круг. Тут они поняли, что что-то пошло не так, переглянулись и начали сдавать назад. Ну вообще тупая ситуация. Вот что можно подумать. Два человека, штурман и водитель не смогли разобраться с поворотами на пустом круге со скоростью, я думаю, ну 20 км в час от силы. У меня нет слов. Ничего личного, я просто за безопасность людей. Ну по ходу дела надо, наверное, с какого-нибудь возраста, ну думаю так примерно с 70 лет, как-нибудь предлагать делать бесплатную дополнительную медицинскую комиссию для пожилых людей, чтобы исключить на дорогах неадекватный случай ДТП или различные необъяснимые провокации с их сторон. Я думаю, что это как-то поменяет ситуацию. Ну а на сегодня у меня, пожалуй, всё. Не забываем ставить жирный лайк так или так. До встречи, увидимся в следующих роликах.